здравствуйте я приветствую вас прямом эфире добрый день тема у нас сегодня color топ и цветные топ и наша новинка прекрасные замечательные финиш те кто подключается пожалуйста напишите хорошо ли видно слышно еще раз всех привет напишите пожалуйста в комментариях видно слышно потому что у меня немножко сбойтеть добрый день добрый день добрый слышно видно здравствуйте здравствуйте девочки но я так понимаю что все хорошо все видно и слышно если будут какие-то моменты вы мне обязательно у нас появилась новинка это четыре замечательные цветные топа по мотивам нюдовой коллекции по мотивам нюдстайлов очень популярные оттенки это такие базовые такая базовая история которая подойдет при работе с любым материалом и конечно же после выхода новинки появилось очень много вопросов связанных с технологией нанесения как наносить сколько сушить и так далее поэтому мы решили дополнительно отдельно провести эфир именно по этим новым топом так ну что давайте разворачиваться я приготовил для вас несколько вариантов подложки хочу прям поставить акцент на том что еще с девочки разуме хочу поставить акцент именно на том что этот топ подходит для нанесения на любого вида поверхности то есть вы можете выполнять гелевое моделирование наращивание удлинение вы можете выполнять гель-лаковое укрепление натуральных ногтей и покрывать этими цветными финишами здесь у нас еще раз повторюсь такие базовые оттенки они все молочные нюдовые очень нежные полупрозрачные это такой дополнительный акцент в маникюре да и естественно здесь еще присутствует у нас корости да конечно когда мы создавали именно цветные покрытия в первую очередь назначение цветного покрытия для того чтобы исключить этап покрытия цветом и конечно же время работы мастера сократить конечно же сократить расход да то есть мастер у нас у меня уже может не использовать например цветное покрытие сразу работать финишем время мастера и время клиента значительно сокращаются при работе с этими материалами я сейчас сделаю выкраску первый вариант это топ милк стайл красивый чистый молочный оттенок спасибо девочки вас тоже с наступающим праздником меняется еще раз всем здравствуйте так первый вариант это милк стайл красивый чистый полупрозрачный молочный оттенок без примесей каких-либо желтых розовых голубых то есть вот красивый красивый чистый такой тон плотность пигмента который вы наносите регулируйте толщиной нанесения если вы хотите чтобы покрытие у вас имела такой легкий легкий молочный невесомый как облачко эффект то тогда наносим более тонко если вы хотите придать такую значительную плотность покрытию то наносите можно вы наносить с капелькой можно наносить с выравниванием как мы привыкли я специально делаю много движений для того чтобы вы посмотрели что при нажатии кисточка как у любого покрытия молочного будут видны следы да видно я чуть сильнее надавила у меня появляются полосы но когда мы наносим легко вот и невесомо и даем какое-то время на то чтобы выравниться у нас покрытие выравнивается и поверхность получается хорошего ровного красивого однородного такого оттенка полоски эти совершенно не видны главное не давить на кисточку это касается не только финише да ну и цветных покрытий в том числе здесь техника нанесения легко невесомо без давления на ту или иную поверхность это у нас молочный я его отправляю на просушку показываю следующий цвет это pink style они все хороши каждый хорош по-своему все зависит от того эффекта который вы хотите получить и опять-таки да должны понимать что на прозрачной поверхности это один оттенок а на камуфляже это будет другой оттенок и все зависит конечно же от камуфляжа которые используете я также подготовила несколько тип с камуфляжами для того чтобы у вас было понимание какое такое имели представление какой внешний вид мы в итоге получим это pink style на мой взгляд холодный такой розовый оттенок не барби розовые очень такой благородный очень красивый на фоне на белом на черном фоне мы видим легкую полупрозрачность она присутствует но при этом у нас появляется очень красивый нежный розовый оттенок так следующий вариант следующий топ из этой линейки это beach style красивый очень на мой взгляд удачный оттенок подходящий под камуфляже то есть он может камуфляж немножечко оттенить также классно будет смотреться на прозрачной поверхности он мне очень сильно напоминает наш нюд то есть вот гели которые во флаконах до софт пинки софт нюд именно во флаконах вот примерно такой же оттенок то есть это прям база это классика это то что никогда не выйдет из моды это всегда будет актуально и в летний сезон и в зимний сезон и очень понравится клиентам я в этом уверена можно сочетать конечно же и с дизайнами с различными да можно делать и стемпинг непосредственно под топ и какие-то прорисовки то есть тут все уже на скажем так фантазию мастера и выбор вашего клиента такой красивый нюдовый тоже очень чистый цвет отправляем на просушку время полимеризации две минуты финиш и не имеют дисперсии то есть липкий слой после просушки снимать не нужно и как и любые другие топы я всегда рекомендую дополнительно досушивать если вы дополнительно досушиваете топ то в результате получаете более стойкое финишное покрытие она не так быстро затирается не так быстро царапается и tender style тоже очень красивый молочный нежный такой выбеленный розовый легкая розовинка молочный но молочный с розовым смотрится очень красиво здесь в составе присутствует пигмент белый поэтому мы видим что этот топ он наряду с остальными он все-таки самый плотный то есть если вы хотите такое прокрытие полупрозрачное но плотность чтобы у пигмента было больше то этот вариант очень удачно подойдет то есть он очень хорошо камуфляже тянет телефон конечно не передает полный спектр да именно оттенок тон в тон полупрозрачность видна она присутствует и также отправляем на просушку я подготовила несколько типс с разными материалами когда топ вышел очень много мастеров появилось вопросов можно ли использовать с гелем а как наносить с французским покрытием потому что мы транслировали тот факт что очень хорошо очень красиво смотрится именно с французским покрытием через френч потому что все возвращается не все конечно мастера френч любят но вот а в сочетании с таким с молочным топом есть свои преимущества потому что даже если мастер с небольшим опытом где там там с френча мог накосячить топ он нивелирует немного эту историю то есть покрытие френч становится не таким ярким не таким активным он не так бросается в глаза такой вот очень очень нежный переход мне напоминает этот переход вот именно этот эффект стопом выкладной френч потому что когда мастер выкладной френч делает выкладной френч он не выглядит как нарисованный он все равно выглядит по-другому то есть есть эта разница есть вот это такая слегка четкая да но слегка такая расплывчатая граница именно линии улыбки вот как раз таки если мастер например еще не моделирует либо нет времени моделировать выкладные френчи вот этот эффект выкладного френча его можно достигнуть при помощи молочного топ молочного розового при помощи color top очень красиво это смотрится есть час вам обязательно нарисую обязательно покажу я подготовила несколько ложек здесь у меня софт роуз здесь у меня дарпинг и из бейс то есть у нас здесь и классика и гель-лаковое покрытие хочу чтобы вы увидели как этот эффект будет виден на камуфляже ну например если мы молочный возьмем да на мой взгляд это будет самый все-таки популярный вариант и нанесем его на камуфляж то мы увидим что цвет камуфляжа у нас приобретает такой слегка слегка выбеленный выбеленный оттенок то есть мы получаем немножечко другой оттенок камуфляжа другой оттенок розового и если например у мастера камуфляжей выбор оттенков именно камуфляжа не очень большим каким-то полюбившимся гелем например там нюдом или пинком но есть клиентский запрос на какой-то другой тон очень удобно можно использовать вот такие color топ и то есть они дополнительно оттенять любую поверхность любое покрытие вот девочки уже купили попробовали на клиентах супер да действительно и в носке они очень хороши и эффекты то есть преимущество в том что эффект можно создавать разные да все зависимости от того какой вы хотите более легкий такой невесомый да можно тогда на прозрачке смоделировать или вы хотите чтобы была плотная подложка но просто ее оттенить как варианта в допустим небольшом выборе камуфляже у мастера можно добиться вот при помощи топа различных эффектов дать возможность своему клиенту повыбирать и конечно же можно сделать выкраски до у себя в кабинете например чтобы клиент сразу видел какой эффект будет от того или иного финишного покрытия потому что на разных камуфляжах они будут смотреться конечно же по разному так это типсы которые у нас с вами готовы здесь мы сделали выкраску просто на прозрачных типсах и продолжаем с вами выкраску подскажите они не очень жидкие по вязкости я бы его отнесла к текласу на мой взгляд он очень приближен к топ текласу такая оптимальная вязкость не сильно он жидкий но и не густой такая вязкость она с чем связано здесь здесь все-таки будет удобно если бы то был например гуще то очень сложно было бы выравнивать и наносить вот этот цветной пигмент да то есть при более высокой вязкости у нас появлялась бы полосатость неоднородность покрытия здесь такая вот золотая середина так розовый смотрите soft rose гель я нанесла на типсу он такой прям активно розовый до весенний летний и например если вы хотите чуть-чуть этот оттенок приглушить то можно взять там tender style или выбелить его и нанести на поверхность посмотрите как будет сочетаться вот я беру и сверху наношу и получаю вообще совершенно другой оттенок то есть тут такой вообще полет фантазии может быть и конечно же удобство в плане большого количества камуфляжа да то есть проще купить 4 топа до чем 4 камуфляжа разные особенно если вы привыкли каким-то одним двумя материалами работы то есть это как одно из преимуществ и соответственно мы получаем такой более нежный более спокойный более приглушенный оттенок и я взяла еще из base 4 номер он серый и на него можно будет опять таки в зависимости от того какой вариант вы хотите более холодный или более теплый я взяла pink style и вот этот серых дать ему такой розовинки даже фиолетовинки совсем по-другому совсем другими красками заиграют поверхность то есть если мы например будем подбирать такой цвет то именно цвет такой найти достаточно сложно то есть это такой сложный очень сложный цвет ну можно пойти путем более простым и при помощи финишного покрытия придать какой-то эффект я в предыдущем эфире в инстаграм показывала варианты с французским покрытием у нас у мастеров стали возникать очень большое количество вопросов как его применять несмотря на то что финишное покрытие глянцевая несмотря на то что финишное покрытие достаточно твердое мы имеем возможность покрывать слой на слой да то есть если мы например говорим о топе ультрашан это самый жесткий то стекловидный топ в нашей линейке то этот вариант сам на себя не ляжет то есть он будет скалываться он будет сниматься вариант с color топами в чем его преимущество то что вы можете покрывать в два слоя там в три слоя если у вас есть такая необходимость и с французским покрытием тоже можно поиграть тоже можно применить различные варианты например выполнить укрепление либо моделирование на прозрачном или на камуфляжном материале опилить поверхность либо сделать это на дисперсию нарисовать френч и перекрыть выбранным оттенком выбранным тоном который пришелся вам по душе либо для более плотного покрытия ну смотрите давайте возьмем например вот этот вариант я ведь стал я его не а это мне пинг простите не рассматривала и при помощи альпийского снега нарисовать френч и для новичков кстати хочу сказать что для девчонок которые не очень любят френч рисовать можно снивелировать скажем так небольшие недочеты небольшие неровности французского покрытия френч можете рисовать на вкус и цвет можно это делать скошенным квадратом как у меня сейчас руках это можно делать там квадратной кистью линяркой то есть тут техник французского покрытия может быть масса мастер конечно для себя максимально удобный вариант подбирает альпийский снег очень хорошо ложится на поверхность этого финиша прям вообще шикарно мне очень нравится получается достаточно такая ровная поверхность гладкая еще в качестве экономии времени френч можно альпийским снегом нарисовать в один слой вообще нет никаких проблем и плюс еще вы сверху покроете таким скажем топ молочко да топ у нас с эффектом и нивелируются какие-то недочеты где-то может быть какая-то полосатость небольшая вот условно говоря мы нарисовали френч отправляем на просушку сейчас еще одну типс и покажу прям на поверхность финишного покрытия то есть мы работаем в таком классическом варианте сделали маникюр полностью покрыли финишом и по финишному покрытию не бойтесь он будет стоять он не будет скалываться он прекрасно прикрепляется друг другу не нужно поверхность обезжиривать то есть не нужно тратить время на какую-то дополнительную подготовку топом перекрыли сверху нарисовать и сверху еще раз перекрыли топом или просто нарисовали френч и сверху перекрыли топом тут опять-таки смотрите работайте в той технике в которой максимально вам удобно максимально комфортно ну конечно выполнять французское покрытие в один слой гораздо веселее гораздо приятнее да то есть не нужно тратить время на то чтобы сейчас подведу чуть-чуть ну конечно мы сейчас его на типсе рисуем но тем не менее до чтобы он у нас был выглядел презентабельно такой вариант чуть ниже опущу видно да что у нас ну как бы линия четко но при этом где-то видны нанесение от краски где-то чуть плотнее где-то менее плотнее вот как раз таки финишное покрытие все это снивелирует так и две тип сачки которые мы подготовили так и берем опять также пинг стал и перекрываем по поверхности вы должны обязательно понимать что топ у нас присутствием цветного пигмента соответственно когда вы перекрываете уже финиш когда вы перекрываете на готовое французское покрытие вы должны понимать что сам френч тоже поменяет свой цвет поменяет свой тон то есть когда мы молочка покрываем молочным топом у нас этого не происходит у нас френч остается таким же белым но если мы покрываем топом уже с эффектом розовым например или бежевым или нюдовым понимаем что и само французское покрытие она тоже приобретет легкий оттенок в этом есть своя прелесть здесь в на выбор мастера на вкус мастера на вкус клиента но вы должны понимать да что сам френч он тоже оттенок свой поменять просушивая и вот как раз таки самый плотный топ я покажу граница будет френча четкая но она будет такая как немножечко в дымке что тоже имеет свое свой шарм имеет свое место и вот для меня мне очень много в свое время очень много делала выкладных френч и именно в технике выкладного френча работал от рисованный френч не всегда даже воспринимала и вот этот эффект с топом с цветным он не напоминает именно эффект с выкладным френчем такой вариант сейчас я просушу и типсы вам все покажу то есть мы не боимся и совершенно спокойно прям на финишное покрытие рисуем френч и этим же финишным покрытием перекрываем либо не перекрываем финишем а сразу на прозрачный рисуем french и сверху перекрываем финишное покрытие но достаточно симпатично на мой взгляд это очень нежно на белом фоне у нас смотрится более плотно с вариантом прозрачным конечно с мелком ну просто роскошно то есть для любителей такой классики вариант с мелком будет смотреться очень хорошо так что возвращаемся к забытым френчем если вы забыли только френчем возвращаемся потому что актуально это будет в этом сезоне и в общем то это классика такая до база но с легким оттенком с новыми нотками будет смотреться очень симпатично на мой взгляд вот это все варианты финишей которые представлены и еще хотелось бы про одну новинку сказать это финишное покрытие матовая в предыдущих эфирах я тоже показываю это также новинка dragon skin top это матовый нет аналогов нашей линейки этому покрытию потому как этот матовый топ с диками внутри смотрится очень красиво очень благородно то есть дается такая за счет матового финишного покрытия дается такая очень красивая глубина получается на диапазон даю вам до от самого светлого до самого темного для того чтобы у вас было понимание как он будет смотреться то есть на светлых тонах это будет такое легкое мерцание а на более темных оттенках конечно вариант такой более активный опять-таки на выбор такие замечательные новинки у нас я думаю что достаточно подробно вам и по поводу нанесения по поводу просушки вам рассказала но если у вас на листу под эфиром как всегда можете на камуфляжах еще раз покажу топы которые были нанесены на камуфляже то есть принципиального какого-то изменения в цвете нет есть легкий такой красивый легкий оттенок легкий потом то есть мы можем в зависимости от наших желаний его поменять так ну что эфир наш с вами подошел концу я абсолютно уверена что материал этот понравится и клиентам вашим потому что комфортный замечательный я вас поздравляю с наступающим праздником а а а а